Вот уже почти три месяца, как в Казахстане действует система обязательного медицинского страхования. Большинство работающих уже отчисляют 3% от своего дохода. На сегодня казахстанцы уже перечислили в фонд около 250 миллиардов тенге. И, казалось бы, теперь за наши же деньги качество медицинских услуг должно существенно улучшиться. Хочется верить, что останутся в прошлом длинные очереди в поликлиниках и дефицит бесплатных лекарств. Но пока, к сожалению, кардинального изменения ситуации мы не видим. Пациенты продолжают жаловаться на загруженность медиков. Плановые обследования приходится ждать по несколько дней, а то и недели. Мой коллега Амир Саминбетов пытался понять, почему вроде бы внедрена новая система, а проблемы остались старые. Кайжан Запа сам консультирует пациентов. Он психолог и думал, что знает все о казахстанской медицине. Но недавно, обратившись к коллегам, понял, что ошибался. Сильно простудился, высокой температурой не спадало несколько дней, болело горло, одолевал сильный кашель. Пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшая бригада назначила жаропонижающие препараты и рекомендовала обратиться в местную амбулаторию. Вот только ближайшая свободная дата к участковому врачу – через 10 дней. Кайжан недоумевает. Как можно ждать столько дней при таком состоянии здоровья? Мне сказали, можно обратиться в фильтр кабинет. Я обратился туда. Мне сказали выпить определенные таблетки, полоскать горло, пить чай с вареньем и все. На вопрос, откроют ли они мне больничный, они сказали, что открывает больничный только лечащий врач. Он понимал, что нужно пить антибиотики, но вот только в аптеке без рецепта врача их не копишь. Самочувствие с каждым днем становилось все хуже. В итоге Кайжан обратился в частную клинику платно. Там быстро приняли анализы, сделали назначение, и вскоре самочувствие пациента улучшилось. Но таких историй, в какой оказался наш герой, множество. Пользователи социальных сетей не устают жаловаться на систему здравоохранения. Чтобы записаться к узкому специалисту, нужно сначала записаться к терапевту. Зачем отнимать время терапевта? В пятой поликлинике на нашем участке так. Если интересно, можете написать в личку. В седьмой поликлинике города Нур-Султан фильтр-кабинет не работает. Два врача ВОП. У каждой помимо своего участка еще несколько. Люди в очереди за лекарствами. Мамочки с грудничками и детьми постарше на прививке. Тут же с температурой экстренные сидят. Инвалиды реабилитацию не могут получить из-за столпотворения. Вторую неделю хожу в день по чайной ложке. И руководство поликлиники бессильны. Кадров нет. И таких комментариев сотни. В фонде обязательного медицинского страхования об этой проблеме знают. Тема медицинского страхования как раз внедрялась для того, чтобы увеличить в первую очередь доступность медицинской помощи. То есть, когда пациент видит, что не может попасть на прием к врачу. У нас есть контактный центр. 1406 телефон, куда пациенты обращаются. Мы оперативно решаем эти вопросы. Жалобу также можно оставить и на официальном сайте фонда. Специалисты пояснили, что Кайжан Сапа мог бы и не платить за прием в частные клиники, а наоборот, прикрепиться к ней и обслуживаться у этого же врача бесплатно. В рамках системы обязательного медицинского страхования казахстанцы могут лечиться в любой медицинской организации, в том числе и в частных клиниках за государственный счет. Но и здесь есть оговорка – частники могут отказать в прикреплении. Почему отказали? Отказали из-за того, что действительно количество прикрепленного населения гораздо выше, чем указано в нормативе. Это 1700 населения, смешанное население, 1700 населения, прикрепляется к врачу общей практики. И если отклонение от этих цифр будет очень значительным, то, конечно, очень сложно будет этой частной поликлинике обслужить вас, вашу семью. Эксперты обещают, что уже скоро не нужно будет ждать неделями приема узкого специалиста. Поликлиника, в которой вы обслуживаетесь, заключает договора с другими частными медицинскими организациями. Таким образом, штат медработников и спектр услуг увеличивается, а очереди уменьшаются. Расчеты с лабораторией будет вести поликлиника, которая направила вас. Поэтому все, что вам назначила поликлиника в плановом порядке, в рамках УСМС, она будет направлять в ту лабораторию, с которой у них есть соответствующие договора. И этой лаборатории будет оплачивать поликлиника. В рамках социального медицинского страхования услуги стоматолога, хирурга или врача узкого профиля, которые раньше предоставлялись исключительно на платной основе, теперь входят в поликлиника. Пакет медстрахования. Бесплатными стали при наличии направления МРТ и компьютерная томография. Услуги доступны работающим казахстанцам. За них платит работодатель. Большая же часть населения, это порядка 11 миллионов человек, государство страхует за свой счет. Это дети, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды и малобеспеченные. Но те, кто относится к самозанятым, медицина будет доступна, если они самостоятельно будут делать отчисления фонд. Солидарная ответственность как раз предполагает, что если пациент, который отчислил деньги, не заболел в этом году, то эти взносы перераспределяются на тех пациентов, которые обратились. Одна только госпитализация на высокотехнологичные медицинские услуги составляет несколько миллионов тенге. И при оказании этой услуги по принципу солидарной ответственности никто не интересуется, сколько же взносов он отчислял в тот год или в последующие годы. То есть эти деньги предполагается использовать в этом же году. Вот и выходит, что и сами учреждения должны быть заинтересованы в привлечении казахстанцев. Ведь вместе с застрахованным пациентом к ним придут и деньги. А это создает условия для здоровой конкуренции между организациями здравоохранения.